Максимка! Максимка, сынок! Приехал папа! Тихо, тихо, тихо! Тихий час идет! А ну, взять, бать! Что вы хотели? Максимку! А, это ж вам, Виктория Сергеевна, дорогая. Так вы за Максимкой... Лысенко! А у нас Максимок нет. Может, вы посмотрите во второй группе? Какой второй группе? Виктория Сергеевна, вы что, не признали меня? Это ж я! Сашка, Лысенко! А, Александр Николаевич! Какой Николаевич? Сколько лет-то прошло? Да что, все трое. Три года, как мы ушли в море. Да я, прикинь, на сушу только вступил, сразу ноги понесли сюда, в детский садик. Максимку своего увидите. Ну, вот и считайте, три года. А он сейчас вырос уже, ваш Максимка, и в школу пошел. А, ну да, ну да, что-то я, ёк-макарёк, не сообразил сразу. Так я, это, в школу пойду. Да? А, да, спасибо. А, Александр Николаевич! Да. Может, вы сразу дочку свою заберете? Какую дочку? Танечку Лысенко. Танечку Лысенко? Да, хорошенькая такая, всего два года, а уже до пяти умеет считать. Так у меня еще и дочь, а это он! Саня? Ксюня? Саня. Ксюня! Саня? Ксюня! Вот оно как. Это, я же за Максимкой прискакал, а она, говорит, в школу уже ходит. О, как время летит, ёк-макарёк. Говорит, дочь у меня, да я не знал. Ты знала? А? А ты чего, беременная? Нет. А как это? А ты же мне по скайпу звонил. Звонил. И я, это, дождалась. Походи, дождалась. Ксюня! Саня! Ай, так а где же дочка моя? Танька, блин, ё-моё, я тебе сюрприз хотел сделать, а тут выходит, ты мне такой сюрприз забомбашила. И Танька, и Максимка, и кто-то им еще. Тань! Таня! Просыпайся, Таня! Папа приехал! Я так понимаю, про двойняшек лучше пока не говори. Да, да. Так, дети, хватит есть пластилин. Это вам наполнник. Здравствуйте, Петр Иванович! Здравствуйте. За своим засранцем пришли? Я вообще-то за сыном пришел. А вы видели, что сейчас 15.45? А детей можно забирать в 16.00. Да ладно. 15 минут подожду. Че орать-то? Это я еще не орала. Ну, 16.00, выдавайте ребенка. А мы не можем выдать вам ребенка, потому что у нас технический перерыв. 16.00 до 17.00, дети не выдаются. Что за технический перерыв? Перестаньте! Что перестаньте? Не мешайте людям работать. Если вам что-то не нравится, идите в вышестоящие инстанции. Дурдом какой-то. 17.00. Отдавать ребенка. Петр Иванович, мне, конечно, очень хотелось бы отдать вам. Фух, слава Богу, успела. Я за Семочкой. Женщина! Вы что, не виситесь, очередь? Петр Иванович, простите, но она по записи. И, кстати, прием на сегодня окончен. Что значит огонь? Что вы тут устроили, беспредел? Беспредел это у вас в поликлинике. Я к вам неделю хожу, чтобы вы мне печать в справочке поставили. А у вас, свидетели, то прием закончен, то технический перерыв, то санитарный день. Я не знаю, что вы там с санитарами с этими делаете. Я понял, понял. Понял. Ладно. Если вопрос об этой справочке, хорошо, я поставлю все печати. Завтра утром справочка будет у вас. Ну, отдавайте ребенка. Конечно, я вам сразу отдам ребенка, после того, как вы заплатите фонд крупы. Вомочка, одевайся. За тобой папа пришел. Я на улице подожду. Я, пожалуй, тоже Семочкова в машине подожду. А я бы на вашем месте так не торопилась бы. Почему? Я вам, как директору ЖЭКа, хочу подробно все объяснить. Представьте, что во дворе вашего дома уже месяц не вывозят мусор. Я поняла, о чем вы? Хорошо, давайте адресы, и я все решу. Я даже подробную карту написала, как проехать к моему дому. Хорошо, я понимаю вас. Скажите Семочке, что я в машине. До свидания. Давно бы так. Ничего, ничего. Сейчас вот директор школы придет, и мой племянник с золотой медалью окончит. Пожалуйста, инфракрасные камеры, вот трехмерное изображение. Мне нравится. Значит так, я буду жаловаться. Что опять не так? Мы уже идем в ногу со временем. Мы же по вашему требованию упразднили формализм. Теперь она для детей Викуся, а я Михалыч, Махалыч, Михао. Только не надо делать вид, что вы ничего не понимаете. До меня дошла информация, что вчера на занятие по аппликации дети делали, простите, беременную женщину. Ну, во-первых, это была не аппликация, а скраббукинг. А во-вторых, это не беременная женщина. Это пазл, который называется правильное предвижение плода в момент начала схваток. Вы же требовали, чтобы все было современно, жаловались всюду. Вы же сами предложили финскую модель, в которой предусматривается детское половое воспитание, банковское дело и недвижимость с трех лет. Дети совершенно перестали писать и читать. Они то и делают, что вырезают, клеят, шьют. Ну, так система Монте-сори, будь она неладна, вы же требовали. Объясните мне тогда, почему дети гуляют в минус пять на улице в одних трусиках? Вольфдорская система. Вы же жаловались министру образования, что мы, ретрограды, отсталые. Вот теперь мы самый передовой садик в городе. Так, значит, где находится шкафчик моего сына? Я собираю вещи и ухожу. На каждом шкафчике наклеены QR-коды. Ищите. Какой идиот это придумал? Вообще-то, ваш муж? Он же сам говорил, что у нас не хватает высоких технологий и элементов квеста. Значит, у меня зависла программа. Вы можете мне помочь? Мы не помогаем слабакам. Личность должна быть самостоятельна. Это, кстати, он сейчас вас процитировал. Я буду жаловаться в Юнисеф! Юнисеф! Пожалуйста, только вначале оплатите тысячу гривен на фасилитацию к 8 марта. Аж, простите, а что это такое? Как? Вы не слышали? Это же массовый осчастливлинг. Американская система. Нам очень продвинутый коуч рассказал на тренинге. А это фасилитация? Это для детей? Нет. Сначала для педколлектива. Мы испытаем на себе, а потом понесем радость детям. Хорошо. Вы наличку принимаете? Вы что? Мы очень честный и продвинутый садик. Нет, оплачивайте в банке, но перед этим зарегистрируйтесь на сайте Прозоро. Бюрократы! Я буду жаловаться! Ха-ха-ха! Вот это мы ее уделали! Бекуш, ну надо было наличкой брать. Чего? Ну как я в пивной ларек деньги со счета переводить буду? Михаил! Организм требует. Перестань! На троих! Так, не подглядываем мои карты! Вернусь, доиграем! О, здрасте! Привет, Витос! Давай веди ребенка. Для вас я Сергеевна. Хорошо. Витос Сергеевна, веди ребенка. А вам не интересно узнать, как провел день ваш ребеночек? Что он кушал? Как он спал? Ну нафига оно мне надо? Я его специально для этого в садик отдал, чтобы об этом всем не знать. Вот он женится, вы даже не узнаете. Что? Пусть на работу вначале устроится. Отцу начнет помогать. А то сидит на шее дармоед. Только кушает и какает. Кушает и какает. Кошмар. Вообще не интересуйтесь своим ребенком. Сейчас оденется и выйдет. О, другое дело. Здравствуйте, а вы... Здравствуйте. Молчите. Вы хотели сказать, я за сыном? За сыном? Да. Подождите, а ваш... Молчите. Мой сын плохо себя вел, но хорошо кушал и так же хорошо ходил на горшок. Правильно. Наверное. Но я совсем другое имела в виду. Молчите. Кидался кашей, ел пластилин и что-то еще. А, точно. Вы хотите попросить у меня денег на ремонт, правильно? Правильно. Вы подумали о 200 гривнах, правильно? Вообще-то, про 500. Возьмите 200, иначе карму испорчу. Как зовут вашего сына? Разве непонятно? Теодор фон Драйзер. Евгеньевич. Честно говоря, у нас такого мальчика нет. То есть, как нет? Это же 37-й садик? 25-й. Как 25-й? Этого не может быть. Духи никогда не ошибаются. Мужик, мужик, дай я тебе помогу. Ты этот садик третьим глазом искал. Побери, где же этот 37-й садик? Карту купи, лапоть. Вот, видите, вот этот отец интересуется своим ребенком. Честно говоря, я думала, что он за вашим пришел. Точно его описал. Так, своего ребенка я сам забираю, понятно? А вот это он за меня сдал. Ну давай, Витоз, види ребенка. Ладно. Так, дети, хватит называть Андрюшку акваменом. Ну подумаешь, не добежал один разочек. И ты, засрань, стойди от него. Ой, здравствуйте, бабушка. Здравствуй, внученька. А кто вам нужен? Никто. А, вы, наверное, пришли за этим Тихони, который сидит в углу. Даже имени его не помню. Сейчас позову. Не надо никого звать. Все мои внуки уже давным-давно окончили детский садик. Так, а зачем вы тогда пришли? В очередь записаться. А, записать своих правнуков в очередь в наш детский садик? Нет. Внуков? Нет. Детей? Ну вы, бабушка, даете в вашем-то возрасте. Это ты даешь всем подряд. Я говорю, себя в очередь записать. Себя. Бабулечка, это детский сад, а не дом престарелых. Я знаю. Но мне очень надо. Я в собесе в очереди отстояла. Отстояла. В поликлинике в очередь отстояла. Отстояла. На почте за пенсией очередь отстояла. Так идите домой, бабулечка. Не могу. Мне в очередь надо. Очередь. Это стимул моей жизни. Ну, вот эти очередя, это единственное, что меня держит на этом свете. Понимаешь? А у вас, говорят, очереди очень большие. Ну да. Вот, так может я годик у вас и постою. Годик? Лет пять не меньше. Так это еще лучше, внученька. Бабушка. Кто крайне в очередь будет? Я крайне за мной будете. Подождите, я еще никого никуда не записывала. Так вы, что ли, крайне будете? Я крайне хорош, что ты орешь, дубиностая, росая, глухая. А, я за вами тогда буду. Да стой ты за мной, что, внученька, записывать будешь, а? Бабушка, а давайте-ка вас я запишу в очередь в магазин, а вас в очередь на автобус. А? В какой магазин? В детский. У нас детки очень любят играть в магазин и автобус. А вы внесете в их игру такой настоящей реальности. А, я готов. Где эта очередь? Кто крайней? А чего это ты идешь к в очередь? Я крайней буду. Кто такой? Кто это ест, Ермахаревна? Я первая, я крайней. Да старуха, куда ты? Я первой в очередь буду. Я первая. Я у меня пансионный. У меня. Ну, слава богу. И дети при деле. И стричкам помогла. Саша, я бы сама со всем разобралась. Ну, что ты отпрашивался с работы? Алена, мне просто интересно, наш сын точно в детский садик ходит? Или он ходит в налоговую, судя по тем ценам, которые мы платим за эти дополнительные занятия? Миша Комаровский, перестань продавать детям компот. Он у нас бесплатный. Здравствуйте. Здравствуйте, Алена Игоревна. А это, прошу прощения, кто? Что значит, кто? Я муж Алены Игоревны. Папа Глеба Бережка. А вот вы какой у нас. А че так рано? Выпускной у нас в следующем году. А, очень смешно. Я не по этому поводу. Я по поводу ваших дополнительных занятий. Судя по ценам, которые мы платим, у меня такое ощущение, что вы здесь золото плавите, а потом заставляете нас же его у вас же и покупать. Если бы вы нас посещали чаще, вы бы знали, чем мы в садике занимаемся. Вот сегодня у нас, например, урок живописи. Мы пишем картины маслом. Да. Маслом? У меня такое ощущение, что вы шоколадным маслом картины пишете. Вот, 700 гривен. Сашенька, ну тут же холст, кисти. И живопись помогает ребятам сконцентрироваться. Чупа-чупс за 5 гривен им помогает сконцентрироваться. Дальше поехали. Вы что, моего сына японскому языку учите? Между прочим, это искусство икебаны. Создание композиций из цветов и побегов. Вы учите моего сына собирать ветки за 800 гривен. Так, вот это что такое? Зачем моему сыну игра на баяне? Ну, во-первых, развивает мелкую моторику. А во-вторых, в жизни, между прочим, все пригодится. За 1000 гривен в месяц? Как ему это пригодится? В переходах он играть будет. Вы знаете, ваш сын сам определится, что ему пригодится. Горловое пение, живопись, икебана или, в конце концов, сквош. И за все вот это мы платим деньги. Так, все, мне это надоело. Саш! Алена! Короче, с сегодняшнего дня я буду лично заниматься воспитанием сына. Бесплатно. Да, пойду куплю ему эти, как они это, мелкие. Пусть рисует на асфальте. В парк с ним пойдем. Будем ветки собирать. Бесплатно, бесплатно. А мелкую эту вашу, это, моторику будем развивать. Куплю ему гвозди, молоток. И будем сколачивать эти, как они, ну, это... Скворечники, вот. Сашенька, ну ты же все время занят на работе. Ничего. Для сына я найду пару часов в неделю. Так, все, давайте, введите Глеба. Я тебя жду на улице. Угу. Спасибо вам огромное. Я за год не могла этого добиться, а тут один разговор и такой результат. Обращайтесь. Благодарю. На троих. Вольно! Пять минут перекур, и потом снова начинаем маршировать. Здравствуйте. Явились, не запылились. Здравствуйте. 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 С вами? Вызывал, но я думала, что вы придете после работы. Так я уже год как после работы, ну, как дебош устроил сразу меня и... Теперь ясно, в кого пошел ваш сын. Да, весь в мать. Очень жаль, что нельзя уволить из детского садика. Ваши вот эти вот мероприятия мешают мальчику развиваться. Развиваться? Да. У него недавно был урок рукоделия. Рукоблудия? Рукоделия. Ага. И знаете, что он сделал? Что? Фу! Прикольный чертик. Это не чертик, а черт знает что. Да опять. Че это черт знает что? Это... Оха! Брашка! Причем малиновая. Это малиновый компот. Был. Но потом месяц постоял под кроваткой вашего сына и превратился вот в это. А я еще думаю, почему он просил кроватку возле батареи? Это что, все? Нет, не все. Еще мы учились рисовать. Ну? И вот, что нарисовал ваш сын. Ну что, красиво. Написано Вася, хотя его зовут Коля. А, точно, Коля. Ну, может, он хотел, чтобы его Васей назвали? Нет. А это, оказывается, был шаблон. Какой еще шаблон? Ну, это, я понял, понял, я ему всыплю по первой части. Но это еще не все. У нас, у детей начали пропадать игрушки. А. Так знаете, где они нашлись? В шкафчике у вашего сына. Понял, понял, не продолжайте. Я ему скажу. Поверьте, больше вы его, ***, расколете. Но самое главное, это ужасный инцидент. Я даже не знаю, как вам рассказать. Яна Викторовна, можно вас на секундочку? Что за телка? Это нянечка. Так вот, на тихом часу Яна Викторовна решила заснуть. Да. А ваш сын не звал. Вот. Да ладно. Так а как? Ну, в смысле, чем? Чем, чем? Типа вы не знаете, чем это делается. Фломастерем и взял и написал у меня на животе. Не забуду, мать родную. Мать моя женщина. А эту фразу он написал на спине у Яны Викторовны. Женщина, вы только не волнуйтесь. Я поговорю с ним, проведу среди него воспитательную работу. Вот как раз я хотела бы вас попросить не общаться с вашим сыном. С каких ***? А с таким *** вы пагубно влияете на вашего сына. Вы можете хотя бы месяц с ним не разговаривать? Исчезнуть куда-нибудь, уехать, я не знаю. Уйти в запой. Вообще-то я таким не занимаюсь. Но если женщина просит, я не могу ей отказать. За женщин стоя в локтях. Вот это? Так. Вот здесь вот все. И вот цветочек. Вот это. Цветочек. Егор Григорьевич, как я рада. Как я рада, что я могу лично вас отблагодарить. Родной вы наш человек. Позвольте. Не надо, не надо, не надо. Мы за вас всем садиком голосовали. Спасибо. Правильный выбор, правильный выбор. Ну не стоит так унижаться. Спасибо. Не надо. Спасибо. Пожалуйста. Поверьте, это вообще ничего не стоит. Напомните, пожалуйста, что Егор Григорьевич дарил вашему садику. Я это никогда не забуду. Ну, во-первых, эти прекрасные жалюзи. Во-вторых, кондиционер. Теперь деткам и не холодно, и не жарко, и солнышко в глаза не светит. Да, кстати, жалюзи хорошие, итальянские. Это я себе дома покупал. Короткие оказались. Ой, а какие кроватки подарил Егор Григорьевич. Да, да. Там ортопедические матрасы. Да. Теперь детей даже не надо укладывать. Они сами ложатся и засыпают, такие мягенькие. Мы, честно говоря, с нашим сторожем не удержались и тоже опробовали. Да, да. Сколько? Раз десять, не больше сорока. Кроватей сколько? А, тридцать две кроватки. Как хорошо, спасибо вам огромное. Потому что раньше детки спали по двое, по трое. Приходилось их наказывать, в угол ставить, чтобы другие выспались. Спасибо, спасибо вам. Да, 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 да. Женечка, душа моя, ты все записал? Да, все записал. Ну, что звони грузчикам, пускай все выносят. Есть. Да. Как выносят? Вот так, выносят. Не выбрали меня. Коля, забираем. Тували. А как же детки? Да. Ну хотя бы детскую площадку оставьте. А что, детскую площадку тоже я оставил? Ну да. Спасибо, что наполнили. Давайте, пускай начинают демонтаж детской площадки. Дальше у нас что? Школа. Школа. Там я оставил компьютерный класс. Поехали. 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 Чтоб у тебя здесь декларация в НАБУ попала. Чтоб тебя посадили. Козел. Детки, у нас новое задание. Рисуем депутата какашку. Твари, уроды, козлы, негодяи. Ну где же она? О, нашел. Как же тебе стыдно у детей брать воду. А ставь мне. Добрый день. Здрасте. А что это у вас здесь происходит? А мы проверяли шкафчики детей на предмет опасных предметов. Ну. И нашли что-то опасное? Значит, я как представитель службы без опасности официально заявляю, все чисто. Ага. Относительно. До меня дошли слухи, Виктория Сергеевна, что вчера вы здесь праздновали день рождения Смирнова. Да, что-то не так? Что-то не так. Что было на столе? Конфеты. Угу. Я конкретизирую вопрос. С чем конфеты? С коньяком. Да вы с ума посходили? Детям давать конфеты с коньяком? Вы бы еще с пивом или с водкой придумали купить. А я, кстати, узнавал, но, к сожалению, такие не производят. Кстати, деткам конфетки очень понравились. Зашли вот так. Я за второй коробкой бен. Да прекратите вы. Что еще было на столе? Детское шампанское. По моим слухам, оно было обычное. Ну, еще так, для конфеток с коньяком оно идет как детское. Четыре оборотика там. Хорошо, все. На увольнение вы оба наработали. Последний вопрос. С чем был торт? С кремом и орешками. Еще с чем? Со сгущенкой. Вы забываете о самом главном ингредиенте этого торта? Стриптизерша. А когда стриптизерша танцевала, то дети уже спали и никто ничего не видел. Ну, а кто-то, конечно, не спал и все видел. Да хватит! Завтра вы празднуете дни рождения Коли Беньковского, правильно? Да, мы все узнали и больше такого не повторится. Что значит не повторится? А я уже с методистом собралась прийти на это ваше мероприятие. И чтобы было все так, как было вчера. Ясно? Хорошо. Организуем. Я думаю, что стриптизерша это вчерашний день. Пусть из торта выпрыгнет стриптизер. Сделаем все по первому разряду. Будет задача ясна. Задача ясна? До завтра. До утра. Все. Ты говорила, директриса узнает. Ты говорила, не надо ничего бояться. А вот я бы на твоем месте боялась бы. Директриса наша, женщина незамужняя. И когда она выпьет, то вспыхивает. Понимаешь? Тогда знаешь что? Тогда стриптизера лучше заказать два. С продолжением. А я на больничный. Все у меня не отслал. У меня тоже не было, не было. Виктория Сергеевна. Максим, положи ножницы на место. Ну и что, что тебе не нравится, как Машенька подстрижена? Она на тихом часу тебе может отомстить. Здрасте. Доброе дня. Я так понимаю, вы папа, Миша Петренко. Так, так, что цей сорванец уже зробил? Нет, он ничего не сделал. Ему поломали машинку. А, ему? Да. И что это вы? И за это у меня с работы дернули? Ну, она все-таки не копейки стоит. Та! Пока я тут с вами калякаю, я уже на четыре таких мог заработать. Так что, зря я вас вызывала? Да, конечно, зря. Ё-моё. Ай, зря я, наверное, вызвала отца Сережи, который поломал вашу машинку. Ну да, у людей тоже, может быть, работа. Ой, красиво. До побачи. А вот как раз и папа Сереженьки. Здравствуйте, я думаю. Здравствуйте. Вызывали? Да, но мы с Егором Григорьевичем все порешали. Ничего мы не порешали. Давайте разберем. Подождите, вы же сказали, что это мелочь. То при першем осмотре, а при детальном рассмотрении тут сразу видно, что тут серьезные ушкоджения. Да, между прочим, это любимая машина моего сына. Вот так вот. Чи может быть машиной у вас в крови у полицейских? Ага. А может быть, это и не мой Сереженька сделал. Может и не ваш. Давайте все зараз замеряемо, запомнимо протокол и потом разберемось. Где произошло ДТП? Да вот в этой комнате. Вот тут прямо тут, да? Да. Все? Понятно. Давайте, поднимайте, поднимайте. Что вы здесь цирк устроили? 140. Я сейчас, может, оборотня в погонях зловил. Ах, оборотня в погонах? Да. Хорошо. Откуда у вас деньги на такую дорогую машинку, а? Откуда? Да, у вас, небось, зарплата тысячи две гривен всего-то, а? А то не я ему купил. То ему бабушка подарувала. Бабушка. Бабушка. Но в прокуратуре и разберутся, бабушка или дедушка. А что ты меня прокуратурой пугаешь? А почему еще пугать? Да мы пуганые, между прочим. Пуганые вы, да? А что ты на меня напираешь? Что вы? Да ты, 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 ты шухой? Что вы делаете, перестаньте! Из-за какой-то машинки устроили черт знает что. Я детей сейчас ваших позову. Вы же коллеги. Вы должны следить за порядком. А вы, ай-яй-яй. Вымочи. Да что, взорвался. Профессиональная деградация. Да, и вы простите меня, я это... Ну давайте. Мирись, мирись, мирись. И больше не делись. Я то и сам дома подклеил там. Ничего страшного. Всем хорошего дня. До свидания. До побачения. Правильно вы сказали, Виктория Сергеевна. Мы должны следить за порядком, а мы нарушаем его, как малые дети. Ну да. Я не понял, ты шо мне выписал штраф за неправильную парковку? А где ты ее припарковал? Я коричный тендей, я при исполнении служебных обязанностей. Ты шо, сперма на клумбы машины ставишь? А шо ты думаешь, нет? А что... Перестаньте! Что вы делаете? Мирис! Вот, вот, я, я, говно! Хуже детей, честное слово. Саша, перед тем, как одевать горшок на голову, убедись, что он пустой. Слой пыли толщиной один миллиметр. Значит, уборка здесь делалась два часа назад. Это платная группа. Мужчина, а что вы делаете? Вы что, лупой палите муравьев? Так это на улице надо делать. Очень смешно, женщина. А теперь отойдите и не мешайте, пожалуйста, профессиональному сыщику искать улики. А я бы на вашем месте психолога поискала бы. Десять шкафчиков и всего на двух из них машинки. Это сужает круг подозреваемых. Да, надо будет попросить сторожа не приглашать сюда своих алкашей. Женщина, лишняя информация меня только отвлекает. Можете чуть-чуть потише. Спасибо. Я так и думал. Папа таксист, а мама доктор. Ну что ж, вот все и стало на свои места. Что? Ну что, это самое, нашли? Да, это было элементарно. Итак, тот ребенок, который подойдет к этому шкафчику и есть ваш сын. Осталось только его дождаться. Понял. Спасибо. Благодарочка вам. Да. Спасибо. Обращайтесь. Найдем все, что угодно. До свидания. Понял. А вы лучше найдите вот этому отцу совесть. Сожалею, это не в моей компетенции. До свидания. Женщина, а что вы начинаете? Все, сижу возле этого шкафчика и жду своего сынка. Ну как можно было забыть, как выглядит ваш ребенок? Женщина, я таксистом работаю. У меня эти люди вот так, вот так. Ну не запоминаю я лица, женщина. Ну хорошо. Нельзя было просто позвать. Я звал? Ну. Я пришел, так кричу. Сынок! Сынок! Побежали ко мне какие-то четыре пацаненка. Не могу я понять, кто из них мой. Ну а по имени позвать, вы не догадались? Умная сильная. Звал я по имени. Пришло двое. Кто из них мой, не понимаю я. Ладно, приведу сейчас вашего Максимку. Максимку? Так его Максим зовут? А я Колю звал. Так, еще раз. Жена у меня Люда. Сын Максим. Нет, Макс. Макс, вот так напишу. Макс, Макс. Что-то Люда, Макс, Макс, Люда, Люда, Макс. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, а вас тоже вызвала Виктория Сергеевна? Да. Да, вот и меня тоже. Знаете, она мне какой-то очень странный смс написала, смотрите, даже не знаю, как это понимать, ПТР издец. Кстати, да. От нее был странный звонок. Я поднимаю трубку, она молчит. Я подумал, может, села на телефон, ну, знаете, бывает. А потом мне приходит смс, вот такого содержания. П-О-П-А? Да. Я подумал, еще странно, не могла же ПОПа прислать смс ПОПа. Вот я решил проверить. Она мне изначально, этой воспитательницы, не нравилась. Она какая-то вся неопрятная, какая-то вся скокожаная. И вечно эта немытая голова, это... Да, да, да. Вы знаете, я тоже сразу заметил. А где усики под носом... Ну, про них уже вообще молча, эти усики. Это очень странно. Слушайте, ну, может, вы ее попробуете еще раз набрать? Да я набирал. Не берет. Ну, пожалуйста. Ну, где-то здесь. Где-то... Там. Где-то в ты. Господи, это что же это такое? Спокойно, спокойно. Все, все. Виктория Сергеевна, это вы? А вы что? По немытой голове и усикам не узнаете? Вы все слышали? Простите, пожалуйста. Что с вами случилось? Компот. Что? Что? Компот. На выходных забродил. Вот. Я еще главное всегда проверяю, а тут что-то понадеялось. Я не знаю. Я не знаю. Они что там, под хмелем? Я бы так не сказала. Я бы сказала, они навесели вместе с нянечкой и поваром. Они начали играть в пиратов. Они мне клизму делали. Ну, все, 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 все. Успокой. Развяжите ее, пожалуйста. Я пойду с ними сейчас разберусь. Я бы, я бы не советовала этого делать. Послушайте, Виктория Сергеевна, я все-таки дипломат. И уж как-нибудь переговоры я смогу провести. Послушайте, граждане, что я вам хочу сказать. Ай, буря! Пошли, 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 пошли. Они, они меня поврели. Вызывайте спецназ! Дядя, дядя, никакого спецназа. Я побегу за нашим сторожем. Они же с ним компотом не поделились. Он сейчас быстро порядки наведет. Держи мне дверь! 250 гривен на 50 родителей. Это 12,5 тысяч. Поможет на 45. Миша! Еще раз принесешь электронную сигарету, будешь веник курить. Здравствуйте, Марина Францевна. Здравствуйте, Виктория Сергеевна. А я тут воюю, воюю. Что это? Электронная сигарета. Мишенька, засранец, принес, наверное, у папы взял. А, ванилька. Я сама отцу передам. Виктория Сергеевна, я, как заведующая, должна знать все, что происходит у меня в учреждении. А что происходит? Все хорошо? Игорь Маргун губу разбил, Валерочка унтила, манту расчесал. Я о финансовой стороне. А, Лизочка Марченко проглотила 10 копеечек. Я не об этом. Меня интересует, как наши родители сдают на ремонт садика. Вот про что вы. Тут, конечно, я похвастаться ничем не могу. Сдали всего трое родителей. Вот именно поэтому я взяла на работу новую сотрудницу, новую воспитательницу. Познакомьтесь. Яна Викторовна, войдите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 А я что? Я что, уволена? Ну что вы, Виктория Сергеевна, вы нам дороги как сотрудник. Вы остаетесь. Да, Яна Викторовна, я гляжу, подороже будет. Виктория Сергеевна, вы не обижаетесь. Вы будете заниматься детьми, как занимались всегда. А Яна Викторовна будет проводить родительские собрания. А может я еще раз попробую? Я вот юбку покороче одену? Виктория Сергеевна, я боюсь, что если вы даже оденете юбку покороче, то те трое родителей, которые сдали на ремонт, деньги заберут обратно. Все равно. У нас не получается собирать деньги, потому что на родительские собрания у нее ходит всего пять человек. Получится. Все у вас получится. Девочки, поговорите, а я, если что, у себя в кабинете. Виктория Сергеевна, сначала придут пять, потом пятнадцать, потом, гляди, и пятьдесят человек. Откуда пятьдесят человек? У нас в группе всего пятнадцать детей. Милочка, деньги на садик мы будем собирать со всего района, затем со всего города, а после со всей области. Ну что, пойдемте знакомиться с группой. О, ты какой! Хороший, хороший. Ну, откуда я знала, что ты девочка? Поназывают Саша, Женя, потом разбирайся. Ну, чё-чё-чё-чё-чё-чё. Михалыч, все, допился уже до ручки, с белками разговариваешь, да? Тоже, ну какие белки? Вы сами говорили, в садике, мол, живого уголка не хватает. Ну, говорила. Вот. А-а-а! Крыса! Ну, чего вы орете? Ну, какая крыса? Хомячок это, обычный хомячок. Какой хомячок он? Хвост и усы. Да хомяк это! Я их в детстве, знаете, сколько? У меня штук двадцать было. Я их всех Юрками называл. А чё Юрками? Чё, ну вот Гагарин как полетел, так всех Юрками стали звать. Детей, котов, хомяков. Ну, ладно, давайте его к нам. У нас Юрка. Юрка! Привет! Это Юрка! Какой хорошенький! Виктория Сергеевна, здрасте! Здрасте! У нас тут дело такое. Хомячиха родила? Ага. И дай, думаю, вам хомячков в живой уголок передам. Деткам побаловаться. Давайте. Вот. Ну что, Юрка, у тебя и друзья появились. Смотри, какие невесты. Чё-то я вижу, что наш хомячок от вашего отличается. Конечно, отличается. Это же хомяки, а у вас-то крыса. А-а-а! Крыса! Крыса! Блин, что, правда крыса, что ли? Ну да. Причём не декоративная, а какая-то помойная. Помойная. Я ещё думаю, откуда у нас в подвале хомяки? Я тебя убью, Михалыч! Я тебя убью! Никто, Сергеевна, ну хорошая же, Юрка! Всё, 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 Юрка, идём! Я его маучка! Саша, не надо поджигать Аню, она не хочет играть в Жану Дарк! Здравствуйте! Здрасте, шо? Виктория Сергеевна, я хотел бы поговорить с вами от лица всего родительского комитета. Шо вы говорите? Все родители возмущены вашими постоянными поборами. Какими поборами? Вы недавно собрали с каждого ребёнка по 200 гривен на прокат костюмов для утренника. Мы посмотрели в интернете, эти костюмы стоят по 100 гривен. Хорошо вам, у вас интернет есть, богатые. А мой сын лично поехал по городу, нашёл эти костюмы и привёз сюда. А вы смотрели, почём бензин? Амортизация? Ай! Ладно, ладно, допустим. Но от детской площадки вам не удастся отвертеться. Мы вообще-то оформили, мой сын лично. Хотите, покажу? Не надо, мы видели, как вы срубили четыре дерева, покрасили их краской и превратили их в каких-то уродов. Это не уроды, это гномы! Гномы? Что ж мы сразу не догадались, что это именно гномы, эти четыре раскрашенных обрубка? Действительно, у нас же садик называется Белоснежка. Да. В таком случае, где остальные три гнома, а? А ничего страшного, что на нашей территории растёт всего четыре дерева. Разно? Вот возьмите, посадите ещё три, они вырастут, мы их срубим, и тогда ваши внуки будут играть среди полного комплекта гномов. Да бог с ними, с этими гномами! Вот именно. Сегодня вы на что собираете по двести гривен, а? А вы что, не знаете? Нет. Боже, тут такая постановка, постановка года, Трансформеры 5, битва с десептиконами за будущее нашей планеты. Там такие костюмы, там такие спецэффекты! Вообще-то Трансформеры это мой любимый фильм. Боже! Извините, Виктория, Сергеевна вспылил, вот деньги. Нам оптимус прав готов, запускаю детей. Знакомьтесь, мой сын. Это и есть Трансформер? Да, красиво, да? Я сейчас из этого Трансформера ещё одного гнома сделаю. Не трогай сына! Возьми меня. Я возьму лучше деньги. Ой, жлобяра, на, подави! А я с него не даймаю. На троих! Ой, это же игрушка моего изи, которую я ему подарила на день рождения. Боже мой, ой! Хорошо, что она нашлась. Подарю на Новый год. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, вы мама Изи? Да, Изя мне сказал, что сегодня будут возвращать деньги, которые мы сдавали на шторы. Я взяла сумку побольше. Ну, во-первых, на шторы вы не сбрасывались. А зачем же вы тогда сказали «Изи за деньги»? Потому что это был единственный способ затащить вас в детский садик. Ну, а во-вторых, у меня накопилось много вопросов. Виктория Сергеевна, как это подло с вашей стороны. Последний раз я так нервничала, когда доллар скаканул по 26, а я купила по 26.10. Итак, ваш Изя на обеде собирает всю еду в судочке. Что вы хотите? Это его обед. Как раз нет. Он забирает еду у других детей. Вот видите, какой он заботливый мальчик. Мало ли, как у вас там готовят. Кстати, вкусно через раз. Хорошо. Еще он сдает в аренду игрушки детям за деньги. Вы об этом знали? Нет. Я его накажу? Вот. Я его накажу? Додуматься сдавать в аренду игрушки, которые ему подарила мама, уму непостижимо. Как раз нет. Он сдает игрушки детского садика. А, общие? Да. Ну, тогда он заплатит меньше, чем я предполагала. Ну, и третий вопрос я задам в присутствии Изи. Изенька, иди, мой хороший, твоя мама пришла. Здравствуй, мамочка. Здравствуй, сыночка. Уже судочки собрал, мой хороший, мой хороший. Что не так? Что не так? А то, что вашему Изи 28 лет, а он до сих пор в садик ходит. А что вы хотите? Если только подошла наша очередь. Я всю жизнь, Виктория Сергеевна, честно плачу налоги, в том числе и за детский садик, а? И вы думаете, что я эту колоссальную сумму в 56 тысяч 328 гривен 18 копеек буду завещать этому государству? Да никогда в жизни. Изичка, сколько ты сегодня заработал на аренде игрушек? Мамочка, сегодня 31 гривну 28 копеечек. И Леночка его нового не хотела сдавать, так еле вырвал. Нет. Это же надо, Виктория Сергеевна. Ваш садик – это садик жлебов. Идем, сыночка, до свидания. Ужас. Так, шмакодявки! А ну быстро всем спать! Ой, почему? О, здравствуйте! Наш лидер долгов. Здравствуйте, Виктория Сергеевна. Последний раз вы меня так называете. Вы что, решили своего Сашеньку забрать из садика? Очень смешно. Все, пришел рассчитаться с долгами. Со всеми долгами. Да? Что? Я просто подумала, может, что-то в лесу умерло. Нет, я бежал просто. Так, все. Фу. Вот. Это вам за шторы. Еще за 2014-й. Пожалуйста. Это вам за утренник на Новый год. Это вам за утренник на 8 марта. Это вам за утренник на 1 мая. Это на День детей. Это на Троицу. Что, мы на Троицу собирали, что ли? Да. Ой, ладно. Это за день рождения поварихи. А это на пластилин. Все. Ну, все-таки на покраску лавочек вы не сдали. Ну, ладно, ладно. Будем считать, что вы нам больше ничего не должны. Ну, что вы стоите? Помогите. Сделайте хоть что-то для нашего садика. Хорошо, пожалуйста. Благодарю. Фух. Рассчитался. Так, теперь за коммуналочку еще надо рассчитаться. Здравствуйте. А я бы хотел записать в ваш садик моих тройняшек. Фух. Фух. Мужик, я тут тоже отец. Это вам к воспиталке надо. А может, вы как опытный отец подскажете, что нужно, чтобы записаться в этот садик? Как опытный? Угу. Ну. А сколько тройняшка? Тройняшки. Ага, понятно. Кем работаешь? Инженер. Зарплатка не очень, но стабильная. Да, понятно. Ладно, сейчас помогу тебе. Спасибо большое. Вот, на. Держи. Это зачем? Вот, когда будешь деньги на шторы и на всякую фигню сдавать, тогда поймешь. У тебя же тройняшки. Да, тройняшки. А тут либо почки продавать, либо банк грабить. Удачи тебе. Мужик. Давай. Спасибо. Ты полицию там не видел? Нет. Ну тогда, счастливо. Да ладно, за то, что потерял улики, его прям понизили? Причем понизили до звания заключенный. Витя, перестань целовать кактус. Ваня взял, он уже вернул. Да не, ну какая машинка? Нет, я не по поводу машинки. Я папа Тихона, понимаете? Ай, я вас просто никогда не видела. Ну, работаем днями и ночами. Да, преступников ловим там и все такое. Скажите, а можете привезти сюда Тихона? Очень за ним соскучился. Конечно, сейчас приведу. Слушай, ну я не пойму. Ну как он мог потерять улики? Слушай, килограмм кокаина. Да как? Полкилограмма в ноздрях застряла, половина под десном растет. Так, кто тут у нас? Ах, сыночек, привет. Привет, мой родной. Слушай, сыночек, а помнишь, я тебе игрушку с утра давал? Да. Отлично. А мог бы мне ее вернуть? Нет. Что значит нет? Ах ты, будешь себя плохо вестить, а он младший лейтенант Крыныца в отделение заберет. Да. Слушай, ну а где, где она? А вы по поводу пистолетика? Тищенька, беги в группу, я сейчас догоню тебя. Я его спрятала в шкафчик, потому что Тиша не хотел заниматься лепкой. О, осторожи, пожалуйста. И знаешь, я подумал, это даже хорошо, что ты на задержание игрушечный пистолет взял, а не настоящий. Да. Грабители на задержании прям все оборжались, когда я его два раза бегал под кран заряжать. Вы что, дали ребенку в детский садик боевой пистолет? Так, во-первых, не дали, а он сам взял. А во-вторых, он не заряжен. О, смотрите. Крыныца, дебил ты сказочный. Ты с каких пор наше оружие начал заряжать, а? Я пойду к деткам. По-моему, там все обоср... В смысле, обделались. И не только детки. Дебил, я последний раз с пистолетом в училище стрелял. Ты что, вообще уже что ли? Слышь, воспиталка, ну че я обязательно должен быть козлом? Пацаны ж не поймут. Ну потому что у вашего сыночка сегодня утренник. И все родители, абсолютно все, принимают в нем участие. Да блин, ну че, зайца там нельзя на крайняк. Ну это ж... Ну это ж козел. Это не костюм козла, это костюм козленка. И кроме вас, еще шестеро отцов будут играть этих козлят. Ну если их уже шестеро, нахрена им седьмой? Ну а вы не подумали, почему сказка называется «Волк и семеро козлят»? Ну значит, перепиши эту сказку, и будет она называться «Волк и шестеро козлят». Я не могу переписать эту сказку, она уже давным-давно написана. И вообще, до утренника остается вот полчаса. Где я вам за полчаса найду нового коз... Договаривайте, договаривайте. Именно козла. Не хочу я козла играть, короче. Пожалуйста. Я тебе говорю «нет» и все. Знаете что тогда, Егор Григорьевич? Я пойду и вашему сыну скажу, что его отец трус. Стоять! Кто трус? Вы, вы. Никой я не трус. Блин, ну и выбор. Трус или козьё. Пожалуйста. Ой, какой хорошенький! Какой покладистый у нас козлёночек! Вот ваш текст. Жду через полчаса на сцене. Гениально! Гениально! что вы наделали животное то козел и я добавил реализма в эту сказку а то людям уже по четыре года они думают что какой-то волчина может прессовать семерых с ума сошли это это поучительная сказка дети должны понимать что нельзя открывать дверь чужим ничего зато дети теперь знают что козленок умеет бодаться братьев своих избили кого вот этих козлов никакие они мне не братья что они за волка вступились слышишь братья должны стоять вместе со своим братом и добивать наган и волчину позорную они стоят и мя 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 какой кошмар боже мой через месяц у нас снова утренник сказка колобок кто будет играть кстати вы играете что опять козла нет колобка а а вы зайчика нет я не буду играть зайчика почему представьте я ему говорю колобок колобок я я тебя съем это возмутительно я сейчас здесь такой скандал я прошу пожалуйста держи себя в руках и меня не сдерживай я сейчас всем все расскажу как так можно вот относиться в садике к ребенку 21 веке кто вы мы родители и димочки зеленого этого жирного мы пришли по поводу оскорбления нашего ребенка в садике да серьезно но это возмутительно а кто что говорил рассказывать я не знаю кто это но и его называют души толстяком это обзывательство это констатация факта нет это именно обзывательство и нет это не обзывательство вот свинобаза это обзывательство жиртрест толстопузо мне кабана рыбать женщина мы пойдем с нашим ребенком к заведующей вашего садика а как же вы зайдете к ней в кабинет вы же в дверях вместе со своим ребенком застраните да мы на вас будем жаловаться куда назви на ферму как вы можете сколько это будет продолжаться а столько сколько вы не платите за ремонт детского садика это все за нашего долга ну вообще-то да это что экономия вечная быстро заплатил но бусенька это же поборы я сказал быстро заплатил это все ради ребенка сколько там а вот столько все можете не волноваться больше вашего ребенка никто обзывать не будет так пожиробазе отмена спасибо большое до свидания все хорошо пойдем толстяк что сейчас началось что а вот купишь мне новое платье вот тогда перестану тебя дозвать толстяком жирным жирным ты же сама сказала тебе это нравится я брала как врала жлобы теперь травим этого дрыща бычкова слышали все иди сюда мелкий на троих так извращение так на месте преступления найдена улика опа свидетельствующая о испуге о сильном испуге так оно все улеглись а то тихий час будет пока родители не заберут зафиксируйте пожалуйста факт угрозы фиксирую так я в сотый раз повторяю я не контролирую очередь в наш детский садик гражданка мы не по этому вопросу сюда я в том что к нам поступила жалоба от крыныти олега петровича что вы имелите это же ваш напарник отец нашего кирюши крыныти в первую очередь это пострадавшая сторона а уже потом мой напарник и так нам поступила информация что вы систематически избиваете его сына я ну может не вы может вы нанимаете для этого специально обученных отморозков дело не в этом кирилл крынытя зайдите пожалуйста вот пожалуйста результат на лице ну это же нарисованный синяк а результаты медицинской экспертизы свидетельствуют совершенно об ином совершенно ладно лейтенант ну что нам из этой чепухи человека в тюрьму сажать на двадцать лет строгого режима всю жизнь ломать это тут причем это как суд решить ладно я все поняла что вы хотите можно какую-то там моральную компенсацию хорошо можете не сдавать на шторы сыночка а сильно болит ай-яй-яй ай-яй-яй ладно не сдавайте на костюмы для утренника я знал что у вас есть что-то человеческое так но я так понимаю конфликт исчерпан дадим человеку еще один шанс вы свободны ай идем кирюшенька в группу каждый год одно и то же хоть бы что-то новое придумали так а может у нас фантазии нету вот именно короче так ну что идем теперь в школу будем моему золотую медаль делать давай давай только это у меня фломастер закончился надо купить а может гипс а а ты говоришь у нас фантазии нету есть у нас фантазия гипс придумал пока не забыть не забыть на троих ну все анечка закончила да ух ты как красиво это папа а это мама я что это за домик а это ваш домик да а я возле домика папина машинка да а это наверно мамина машинка я так понимаю все 12 машинок возле домика папина одна из них моя игрушечная нет настоящая настоящая ты посмотри купил машину и на вырост наверняка уже и права есть все-таки это акция в гаи еще работает ой а это что у нас что это за домик это дача возле речки это азовское море черное море красное море да так и запишем дача в египте не не в египте в израиле да классика ой а кто это у нас это твоя мама да а у мамы ожерелье из бриллиантов замечательно красно анечка скажи пожалуйста а нет ли у тебя случайно рисунка внутри дома ух ты какая красота смотри у нас тут плазма картины иконы белый порошок да это все тоже будет приложено к материалам дела спасибо тебя анечка большое все можешь идти играться с детками виктория сергеевна мы закончили закончили беги анечка я сейчас подойду спасибо вам большое за сотрудничество не за что ой спасибо а вы не хотите посмотреть рисунки сына прокурора у него целый альбом накопился вот это интересно так хорошо давайте зовите у меня такое ощущение что мы здесь на целый день задержимся давайте всех детей в порядке очереди я поняла зову зову а ты говоришь и декларации и декларации здесь их надо брать на горячем на троих Юра перестань кусать Мишу Мишенька не надо кусаться в ответ Юра Миша Фу Здравствуйте Здравствуйте меня зовут Олег Петрович секретарь звонила вам по поводу моего Максимки помню 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 вы хотели определить вашего Максимку в наш детский садик да вы понимаете уже все садики перепробовали но нигде Максимке не нравится вот посоветовали ваш я конечно не хочу хвастаться но думаю что вашему Максимке у нас очень понравится посмотрим посмотрим а где он ну вот это собственно тот моментик который я вам хотел объяснить это и есть Максимка да нет ну вы что это Егор личный телохранитель Максимки он сначала проверит все ли в порядке а тогда зайдет Максим поняла здравствуйте здравствуйте руки ноги ой чисто конечно чисто я только вчера постирала нет он имеет ввиду что опасности нет заводи ой а кто это у нас такой хорошенький нельзя там еще кто то есть конечно там другие детки профессионал да действительно только короткие люди пойдем а на тихий час мне Егора тоже укладывать вместе с детками просто для него придется три или четыре кроватки соединить это необязательно Егор может не спать трое суток даже пять если давать воды до свидания до свидания до свидания Виктория Сергеевна что случилось почему меня вызвали Олег Петрович мне кажется я нашла причину по которой Максимке не нравится ни в одном детском садике интересно и какая это причина вот это огромная лысая причина да не может быть очень даже может очень даже может потому что он не разрешает деткам играть с Максимом в смысле когда детки играют в догонялки они не могут догнать и дотронуться до Максима потому что этот танк валит их на землю в прятки они сразу находят Максимку потому что вот этот шкаф стоит всегда рядом ну а в выбивного дети не могут мечом попасть по Максимке потому что вот этот слонопотам прыгает и защищает его от каждого броска короче говоря детки не хотят играть с Максимкой и ему от этого скучно так я понял если Максимке скучно с телохранителем значит я найму еще десять телохранителей и пусть они с ним играют мы забираем Максимку и уходим одну секундочку а можно Егора отпускать к нам на тихий час зачем потому что детки в присутствии этого красавца спят как убитые ну что поможем детскому садику приступаю а ну всем спать пошконка профессионал так холя давай улегся быстро а то я тебя свяжу как в прошлый раз здравствуйте Егор Григорьевич здравствуйте Виктория как вас там почему так срочно вызвали я не понимаю вы же меня разби в смысле оторвали от совещания а между прочим идет решается судьба страны понимаете это как бы не я вас вызвала а вот Егор Григорьевич Хабарченко да что случилось вы задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах хахахахах так интересного ящика никто деньги не выманивал молодец Виктория как тебе там что там у вас ремонт шторы понятно что вы такое говорите да мы с вами за свои деньги делаем ремонты в нашем детском садике хахахахху очень смешно согласились очень смешно что-что Ой, детки, кажется, зовут. Подождите. Подождите, Виктория, как вас... Что, Оленька, что? Что-то произошло, я не понимаю. А это вы мне сейчас объясните. Смотрите, это рисунок вашего сына. Он называется «Дом, в котором я живу». Ну и что в нем такого? А то, что в декларации вы указали, что у вас однокомнатная квартира и москвич. А на рисунке трехэтажный особняк и гараж на пять авто. Ну какие пять авто? У меня однокомнатная квартира, абсолютно правильно. А у мальчика очень бурная фантазия. Вы знаете, мы проверили его фантазию, и она оправдалась. У вас действительно трехэтажный особняк. Нет, 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 голубчик, вы ошибаетесь. У меня нет никакого особняка. В нашей стране, может быть, и нет. А вот на Мальдивах есть. Э, Мальдивы? Господи, где это? В Малайзии, что ли? Очень смешно. А как вы объясните этот рисунок? Ну что... Ваш сын назвал его «Как я провел лето». Ну что, ну... Остров, парашюты, очень красиво. Да? Ну, как видите, он провел это лето не с бабушкой и дедушкой в деревне, а с вами «Прыгая с парашютом» с отеля «Бурдж-Аляра». Бурдж... Боже мой! Да мне это и не выговорить никогда в жизни! Послушайте, голубчик, я же не сказал вам, я тоже неплохо рисую. Разрешите продемонстрировать? Этот рисунок я называю «Давайте все забудем» и разойдемся по домам. Очень талантливый рисунок. А что вы говорите? А знаете, что я вам на него отвечу? Пожалуйста. С конфискацией. А я знаю эту игру! Я ставлю сюда крестик, а вы? А я вам тогда сразу поставлю два нолика. Два нолика сразу нельзя. Почему же нельзя? Поедете к нам в галерею, я познакомлю вас там с такими же талантливыми художниками, как вы. Они вас обучат интереснейшей технике лепки из хлебных мякишей. И резьбе по дереву. Поедемте, поедемте. Виктория, как вас там? Что ж вы меня знали? Можно человек, давайте, договорим, и пролзу? Хапула! Ты хорошо себя чувствуешь? Все хорошо. Ты не устала? Я не устала. Коля, перестань кусать Машу! Ну и что же ты есть хочешь? Я тоже много чего хочу! Добрый день. Вы, Виктория Сергеевна? Да, что вы хотите? Знаете, мы хотели посмотреть садик, в который будет ходить Егорка. Да-да. А может быть, для начала Егорка родится, потом начнет ползать, потом ходить, и вот тогда он придет в наш детский садик. Вы знаете, мы любим, когда у нас все распланировано. Да. Мы любим, когда все просчитано, разложено по полочкам, и без сюрпризов. Я не люблю сюрпризы. Вы знаете, мы даже уже кроватку купили, колясочку купили, костюмчики, бутылочку. Мы уже выбрали школу, в которой он будет учиться, университет, и ресторан, в котором он будет праздновать свою свадьбу. А еще дом, в котором он купит квартиру. Да. А банк, в котором он будет пенсию получать, вы, случайно, не выбрали? Ну, конечно, выбрали. Это ближайший к нам банк, мы уже договорились. Да? Капец. Я прошу прощения. Петер из больницы. Слушаю вас очень внимательно. Да. Как? Что? Они ошиблись. УЗИ. Это ошибка. Наш Егорушка, он... девочка. Дыши! 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 Дыши спокоен. Дыши как? Мы же купили колясочку. Мы же купили костюм. Мужчинский. Кроватка. Дыши все по порядку. Так быть не должно. А вы и так не волнуйтесь. Вы просто поменяйтесь с кем-нибудь. Вот и все. Точно. Поменяться. Значит, сейчас едем в роддом, узнаем, у кого мальчик, и меняемся. Да, да, да. Ну нафиг эту девочку. Да, да. Нет, стойте. Я имела в виду поменяться колясочками. Коля! Господин полицейский, ну это же дети, они что угодно могли придумать. Действительно, всего по 4 года. Ну мало ли, ну фильмов насмотрелись. Но я все понимаю. Что вы думаете, я ребенком не был. Что вы думаете, я школы не минировал. Один раз даже полицейский участок заминировал, проспал. Ну, не я, а знакомый знакомого. Ну так, может вы не будете нас наказывать. Дети. Ну, понимаете. Незнание законов не освобождает от ответственности. Вот я один раз не знал, как знак называется. Что означает вообще? Ну, как дорожный. И на своем приусе как ехал и в кювет слетел. Ну, не я, а знакомый дальний. Понятно. Ну, вы уж поверьте, мы это дело так не оставим. Мы им, ох, мы им ремня всыпем. Да я понимаю, что всыпьте, но штраф вы все-таки заплатите. Да. вы не бойтесь, в любом банке оплатите и это, не затягивайте. А то мне как-то штраф пришел, ну, за превышение скорости. как я думал, потом, 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 потом кредит взял, чтобы штрафы платить. Так что, ладно, бывайте. А вот, пожалуйста, не смей вас больше задерживать. До свидания. Всего доброго. Ну что, как платить будем пополам? Нет, пусть папа Маша платит. А, так это Маша полицию вызвала? Нет, я, мы с Машей поспорим на миллион, чей папа быстрее перей в садик. Ты переехал быстрее в садик, она мне миллион должна. Ах ты, миллионер ты мой. Ладно, пойдем, нам еще в банк с тобой зайти надо. Кредит взять. Пойдем. Ну, ты тоже не расслабляйся, надо будет домазать. Террористы. Шоколадкой замазалась. Женя, не дергай Машу за волосы, а то не вырастешь. Что значит, почему? Потому что у него папа в СБУ работает. Дю. Здравствуйте. Здрасте. Вы за ребенком? Нет, у нашего Мишеньки сегодня день рождения. Ой, я вас поздравляю. В качестве подарка от меня дополнительная порция манной кашки. Мы, собственно, поэтому и пришли. Пришли проставиться за нашего сыночка. Ну, чтобы здоровенький был, чтобы любили, уважали его в коллективе, как папу. Боже, как это вы здорово придумали. Слушайте, ой-ой-ой. Вообще-то, это для деток. Я понимаю, понимаю вас, мамаша, но перед тем, как накормить вот этим детей, я должна убедиться, что не отравлю их. А то как получается, вы купили, а сидеть в тюрьме буду я? Извините, пожалуйста, мы не подумали. А долго проверять? Ну, я думаю, что я отправлю кусочек торта в лабораторию, и через недельку будет результат. Недельку? Вы что, издеваетесь? Срок хранения у торта три дня. Да. Нельзя как-то побыстрее? Есть еще один вариант. Ну? Ну что, торты нормальные, можете угощать детей. Чем угощать? Крошками? Вы же все сожрали. Это возмутительно. Я теперь понимаю, почему у вас такая фигура. Вы, наверное, все пробуете, да? А что вы орете? Что орете? Вы идите лучше в магазин, купите такие же торты из той же партии, чтобы мне проверять их не пришлось. Но сегодня я уже сытая. Ладно, я пойду. Я быстро. Вик, подожди. Стоять. А в пакетах что? Это не вам. Это мы на вечер купили взрослыми отметить. А проверить не хотите, чтобы друзья не потравились? Женщина, я эту продукцию каждый день проверяю. Нормальная она. Папаша, папаша, не нервничайте. Давайте по чуть-чуть, пока жена ушла. Вот жлоб. Ну, конечно, трехзвездочный. Вот если бы не я, друзья точно потравились бы. на трехзвездочный. Мишенька, ну, хватит одевать горшок на голову. Я понимаю, что ты рыцарь. Ну, давай, ты будешь рыцарем без шлема. О, здравствуйте. 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 Вы нас вызывали. Что-то случилось, да? Случилось. Ваш внук, ваш сын, сегодня так поиграл в ветеринаров, что у нас волосы дыбом. Прекрасно. Мой внук будет ветеринаром, как его прадед. Наш прадед был известный Коновал. Вот именно, что Коновал. Ну, ничего. Мы скоро переедем из вашей квартиры. И тогда мой сыночек наконец-то избавится от вашего пагубного влияния. Саша, тебе надо девять жизней, как кошке, чтобы на однокомнатную квартиру заработать хотя бы. Что? Перестань пичкать его этими героическими историями про врачей и учить эту вашу клятву Гиппократа. Да у нас в роду были только врачи. Мой дед был урологом. Мой отец гинеколог. Я протолог. А брат мой ортодомт и наш Павлик тоже будет врачом. Да-да-да, вся ваша семейка ковыряется в разных местах. Он будет ветеринаром, потому что это всегда хлеб с маслом, икрой, и сверху еще кусочек хорошей колбаски. Так оно быстро прекратили конфликт. Сначала возместите ущерб от этого вашего доктора Хауса, а потом решайте, кем ваш Айболит станет. Началось все безобидно. Он пришил Мишке голову. Пожалуйста. Моё что, злышка, прекрасно. Шов ювелирный. А потом он пришил кошке хвостик. Благородно. Благородно? Наша кошка два часа бегает по двору с двумя хвостиками. МЧС пришлось называть. Но, Виктория Сергеевна, все светило ветеринарии с этого начинали. А потом он вывел блох. Кошке? Нашему сторожу. От него впервые не водка, а керосином воняет. Он боится закурить. Так ему и надо. Ну и в конце концов он разобрал всех кукол на запчасти, сложил ножки, ручки, головы в аптечку и сказал все. Игра в ветеринаров закончилась. Теперь начинается игра в черных трансплантологов. Все. Все. Наигрался мой сынок в этих ветеринаров. Есть, есть продолжение династии. Отлично. Мой сын станет черным трансплантологом. Да, может быть, он хоть тогда тебе мозг пересадит, только вот где взять нормального донора, я не знаю. Ну и где сейчас мой сынок? На кухне. Он полдень пропустил, наверное, за компотом пошел. Он за скальпелем пошел. Нет? Точнее, за ножом. У нас же там авариха. Нина Андреевна! На краях. Так, Максим, хватит раздевать кукол Маши. У них там что интересного нет. Здрасте. Здравствуйте, Виктория Сергеевна. Я папа Сережи Карпова. Ах, Карпов, да, я вас помню с того самого собрания, когда вы предложили на выпускной алкоголь на столы поставить. Я думал, просто это столы для родителей. Неважно. Скажите, пожалуйста, а вы просили детей в детский садик игрушки принести? Просила, потому что старые игрушки износились, а на новые родители деньги не сдают. Вот это. А мой, Сереженька, Сарванец, какую-нибудь игрушку приносил? Конечно. А у нас кто игрушки не принес, у того каша с комочками и колготки задом наперед. Справедливо. Справедливо. Скажите, а он не приносил такого плюшевого медвежонка такого бежевого цвета с бантиком красным? А да, был такой мягкий и пушистый. Да был? Хорошо. В смысле, я хотел сказать просто, ой, ну этот, в общем, медведь очень дорог для меня, понимаете? Я им еще в детстве игрался, когда маленький был. Он мне колыбельные песенки пел. Господи, что я несу? Я ему пел. Игрушки обратно не выдаем. Не надо, не надо, я не буду забирать. Просто дайте мне шанс с ним попрощаться. сейчас принесу. Сейчас принесу. Этот? Ой, этот, этот, да, совершенно верно. Сразу видно, что вы его любили. Он хоть и старый, но выглядит хорошо. Вы не представляете даже, как он для меня дорог. Я его шампуньками там разными, детскими. А вы не могли бы оставить нас с ним наедине? Попрощаться хочу очень. Ну, ладно. Ох ты мой, Потап, Потапыч, на кого ж ты меня оставляешь? Блин, я ж сюда заначку засовывал-то. Где же она, ё-моё? Да, я... Мама, а что это вы тут делаете? Я пришла внука забирать, а это ты что здесь делаешь? Я? Да. Я, я не понял. Откуда это у вас шуба новая, а? С пенсии накопила. Какая пенсия, мама? Чё вы несёте? Вы чё, заначку мою нашли, а? Да кому нужны твои две тысячи долларов? А я не говорил, сколько там денег было? Мама! Мама! Эй, Каласёвый, верните игрушку. Да забирайте. Мама, я хотел на эти деньги мотор для лодки купить. И завтра новую принесите, а то ваш малой будет какао с пенкой. Вот кафе. Такая зимняя резина, просто супер, я тебе говорю. А мы за Лёвочкой. Присаживайтесь, пожалуйста. Знаете, у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Давайте хорошую, а то у меня, знаете ли, на работе плохих хватает. Сегодня в садике были прятки, чемпионат, и ваш Лёва стал победителем. Молодца весь папашу. А плохая какая? А плохая? Плохая. Лёвочку так и не нашли. Как? Не нашли? Вы чего? Э, воспиталка, ты чего? Мы уже везде обыскали. Под кроватью. Под кроватью? Ну, это ещё утром было. За шторой. За шторой это был полуфинал. А на балконе? Да нет у нас балкона. Папа! А-а-а! Сынок! Лёвочка, ну, кто так делает? Ну, кто вот в шкафу прячется так долго? Дядя Серёжа. Какой дядя Серёжа? Хахаль твой с работы. То есть просто друзья, да? Ну что ж, поиграем в спрятки. Э, ты жмуришь. Ха-ха-ха! Ну-ка, стой! Ну-ка, стой! Когда ты гладить уже научишься. Это жену поменяем. Вадик, вытащи Машу из холодильника и засури обратно мои пельмени! Здравствуйте, Вадик. Здравствуйте. Присаживайтесь, я хотела с вами очень серьёзно поговорить. Что-то случилось? Да. Сегодня с детками мы рисовали рисунки на вольную тему. И что, наш Пашка нарисовал? Вот. Пожалуйста, полюбуйтесь. Ну что, прикольно. Папа, мама и сынок. Да, но только что-то у меня слишком нос длинный. Ну что, дети рисовали. Да, и купальника у меня такого нет. Ну, детская фантазия, что ли? И почему здесь я, папа и тётя Люда? Ну что ты заводишься сразу? Нельзя судить по одному рисунку, а ребёнка. То есть, у вас есть ещё рисунки? Да. Вот, пожалуйста. А подгон можно судить? Ну, смотри, а чё там? Чё? Я папа и тётя Наташа. Чё там? Ну, чё ты заводишься сразу? Ну, дети рисуют, у них бурная фантазия. Чего я начала заводиться? Да потому что на всех рисунках ты с какими-то бабами, а мне ни на одном, нет. Нет, что вы, вы есть. Пожалуйста. А, ты знаешь, у детей всё-таки действительно очень бурная фантазия. Ты, наверное, Пашу одевай, а я на машине жду. Это, это чё за баскетбольная команда, а? Ты мне что-то не рассказывала? Да что ты, да что ты, да что ты! Стоять! Виталичек, вытащи ногу из вентилятора! Ты его покупал! Здравствуйте. Ну, здрасте. А вы за кем пришли? Это ты должен сказать, за кем ты пришёл? А, мы пришли за кем? За ребёнком мы пришли. За каким? Девочка, мальчик. Девочка, конечно. Вспомню. Мальчик. Ну, конечно, мальчик. Я же в один раз купал, и там мальчик. мальчика, мальчика как-то зовут, да? Зовут, зовут мальчика. Сам. Сам? У нас корейское имя. Лёша? Холодно. Гриша. Гриша? Вообще, любви. А кто у вас остался? Славик, Виталик, Вика и сторож. Ах, Вика сразу отпадает, сразу, это не наш сын. А, может, Виталик? Холодно. Сторож? Вспомнил. Нашего сына зовут Славик. Ну, конечно же, Славик, Славик, это как Антон, но только другие буквы. Вы определились, да, Славик? Славик, видите? Видите, Славичек. Я тебе сколько раз говорила, нашего сына зовут Славик. Я, я запомнил, Ирочка, всё. Какая Ирочка? А, Оксана? Я, Марина. Всё-таки, надо его меньше бить по голове. Что, нормально? Рубашку не мог выгладить? Да ладно, нормально. Так, отвязали Аню от железной дороги, тоже мне толстые. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктора Сергеевна, вы хотели с нами поговорить? Да, присаживайтесь. Дело в том, что ваш Павлик рассказывает о вас жуткие вещи. В смысле? Вы понимаете, что семейные скандалы, они напрямую отражаются на психике ребёнка? Подождите, какие скандалы? Мы отлично ладим. Нормально. Да что вы говорите? А Павлик вот что рассказывает. Я даже записала. Мама говорит, что папа из неё всю кровь выпил. Как это? А вот так вот. Теперь Павлик боится, что его папа вампир. И он боится засыпать ночью. Потому что вдруг папа придёт и высосит из него всю кровь. И он будет стонать, как мама. Он об этом рассказал всем детям. Теперь я не могу их уложить спать. Блин, а я ещё думаю, что они меня все пальцем тычут и разбегаются с визгом. Ну, может быть, я что-то и сказала сгорячо, а ребёнок не так понял по-детски. Ну, бывает же. Нет, 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 вот смотрите, что ещё сказал. Смотрели с папой мультфильм про бабу-ягу. И папа сказал, что вот это твоя бабушка. Теперь он, видите ли, боится ездить к бабушке, а вдруг она его в печку посадит. Подождите, поэтому сейчас Павлик боится ездить к моей маме, да? Да ладно, что ты начинаешь? Малый что-то придумал там, а ты заводишь. Нет, 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 ваш Павлик очень честно ничего не выдумывает. Да? Да. Тогда вы, Виктория Сергеевна, у нас любительница футбола, получается? Я вообще не люблю футбол. Да? А Павлик рассказывал, что вчера от вас выходил какой-то парень и кричал на весь садик Вика Динамо! Вика Динамо! Я за Павликом? Да! На троих! С моим будешь ходить? Ну не может быть, у ребенка телефон круче, чем у воспитателя. Здравствуйте. Здравствуй, солнышко. Бабулечка, что вы хотели? Мне бы детятку забрать. Что-то я вас раньше не видела. А никто из родителей тебя тоже в детского садика раньше не видели. Однако доверяю деток тебе. Хорошо, кого вам позвать? А, худенький такой, щуплый. Не совсем понимаю, о ком вы. А ты специально такая тупенькая? Ну, чтобы с детками на одном языке разговаривать. Так, бабушка, кто вам нужен? Я ж говорю, самого худого мне приведи. Худого. Ладно, но имя-то у него есть. А ты дубина, а? Ну, конечно же, есть. Родители его уже как-то называют. Ну, так как зовут вашего внука? Моего внука зовут Егор. Значит, вы ошиблись, бабушка. У нас в группе ни одного Егора нет. Это ты ошиблась? Я знаю, что его здесь нет. Мой внук дома спит, ему 30 лет уже. Тогда я не понимаю, за кем вы пришли? Кто вам нужен? Я тебе сказала, дрыщ! Мне нужен дрыщ! Худой дрыщ! Да что вы, второй взглой какой-то? Тихо, бабушка, тихо, извините, бабушка, наконец-то я тебя нашел. Уже все садики оббегал. Опоздала, нашел уже меня. А ты не могла мне маленького мальчика худого привезти, курица? Ну, через дать и вы меня обзывать. Успокойте свою бабушку. Вы извините, пожалуйста, она вообще хорошая. Да? Да, она просто ходит по садикам и отбирает самых худеньких детей. Я не понимаю, зачем? Она что, подумала, что она баба яга? Что она, ест детей, что ли? Ест тебя сейчас. Что вы такое говорите? Она как раз совсем наоборот. Она их кормит. Что? Не понимали, что ли? Маленьких худеньких деточек нужно кормить. Вот я на своем внуке отыгралась и задачу свою уже выполнила. Даже перевыполнила. Бабушка. Что, бабушка, что, бабушка? А ты быстро веди мне самого худого мальчика, быстро! Не надо никого везти, бабушка. Пойдем, я еще раз покушу. Это другое дело. Я пирожков тебе стекла. О, мои любимые! Да! Золотой петушок. Золотой, да не золотой. Здравствуйте. Скажите, а Виктория Сергеевна? Воспиталка, что ли? Сейчас подойдет, сказала пару сек. Нравится она тебе? Что вы имеете в виду? Ну, замутил бы с ней. Я бы замутил. Прикинь, моего охламона кто-то опять отметелил. Что я ему уже не делал? И на бокс отдавал, и на карате. Даже волыну подарил. Так ничего не помогает. Ну, так может быть вы... Ну, вот и я считаю, что если сам пацан с дачи дать не может, значит, батя должен помочь. Я вот решил его, папашу, познакомить со своим другом вырубашкой. Здравствуйте. Здрасте. Вы уже познакомились, да? Да. Это хорошо. Присаживайтесь. Ага. Ну, что ж, Евгений Михайлович, вам нужно поговорить с вашим ребеночком. Объяснить, что бить других детей некрасиво. Подожди. Так это чего? Твой заморыш моего сына отфигачил, что ли? Ну, во-первых, не заморыш. А во-вторых, ваш первый набросился. Ну, все. Знакомься. Это ваше. У них, походу, вся семья вообще холодная. Что папа, что сынок. Дочь. Что дочь? У Евгения Михайловича дочь. Да. Доченька. А драться ее моя жена научила. О. А вот, кстати, и она. А-а-а. А-а-а. Субтитры сделал DimaTorzok